Примером жесточайшего подневольного труда является нацистский концлагерь Дора, который прямо сейчас расположен у меня за спиной. 60 тысяч человек были заперты в тоннелях, построенными нацистами прямо в горе. Многие из этих людей не видели солнечного света год, 20 тысяч из которых не дожили до конца войны. В этом влоге мы проедем от дома до Доры, посетим мемориальный музей в память о погибших и, конечно же, зайдем внутрь тоннелей, чтобы своими глазами увидеть тот ужас, который произошел в 1943 году. Погнали! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Основным предназначением Доры было производство оружия на заводе «Миттельверг», Субтитры создавал DimaTorzok 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 Урок Повиновения и Устрашения ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дневной рацион состоял из 1 литра черного горького кофе, 400 грамм хлеба и порции жидкого картофельного супа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Видишь туалеты? Представляешь, это еще с того времени сохранилось. В лагерной тюрьме гестапо и эсэсовцами проводились пытки и убийства заключенных. Здесь же располагалось место, где тайно казнили и вешали узников. С осени 1944 года на территории лагеря работал крематорий, где были сожжены около 5000 трупов. Позже министр вооружения Германии Альберт Шпейер дал указание о создании целой сети строительных проектов в районе Нордхаузена. По всему Гарцу были созданы десятки концлагерей, большинство из которых были сконцентрированы вокруг горы Конштайн. Все эти лагеря позже стали входить в состав концентрационного лагеря под названием Миттельбау Дора. Продолжение следует... Продолжение следует...